Всем огурчиков по скидке, ребят, за ваш счёт. С вами Пеглин. Добро пожаловать обратно в Дикси. Мы сегодня с вами будем играть за Леогладина. Идём на 13-й Шармаглеон. В прошлый раз мы играли с вами за Кругломника. За Кругломника, прошу прощения, ребят, оговорочки. Был замечательный забег, мне очень понравилось, было крайне весело. Сегодня же у нас Леогладин с новым реликом, мы с ним уже бегали. На 13-й Шармаглеоне у нас уменьшено лечение после босса до половины хп только лишь. Не так прям страшно, но всё-таки это играет какую-то роль. И мне бы хотелось, ребят, сейчас вот посмотреть либо на его новые релики, либо же увидеть слизня, либо лешего. У меня, ребят, такая тема, давайте так сделаем. Если у меня снова будет Крот и не будет новых реликов, то я рестартану, потому что просто я хочу посмотреть на кого-то другого босса хотя бы. Или на новый релик, потому что Крот 5 серий подряд это... Он меня задолбал, давайте. Давайте, наверное... Так, нового релика нет, ничего страшного. Курс переподготовки, Круглица, Кругловка. Давайте на Вегафляцию завозьмём, она даст приличное золото. Леший, вообще то, что надо, прям замечательно. Я сейчас начинал стартовать, на самом деле так, я проговаривал это. И сначала мне снова не попался новый релик и попался Крот, а потом мне попался Слизень. Но я случайно пошёл за Пеглина, оказалось. Поэтому у меня там было написано, типа, продолжать и так далее. Поэтому я сейчас решил перезаписать в итоге всё-таки. Короче, я фейл, но фейли. Просто задолбал меня Крот, типа, я уважаю, хороший босс, замечательный. Один из моих любимых вообще в игре. Но хочется посмотреть на кого-то другого уже. А мне постоянно всё, он сыпется и сыпется. Я просто слышал с того, что Слизни изменили. На Лешего мы смотрели только один раз, а хочется как-то побольше. Так что, ребят, как-то так. Лайкосик под видосик, авантикам безумно приветствуется, в общем-то. И мы, ребят, поехали начинать. Что по карте? По карте слева сундук, справа есть элитка. Мы пойдём направо, значит. То есть мне... Блин, ну тут монетки на сандринной вегафляции опасно собирать. Как-то не особо хотелось бы. Будет обидно, если этот вопросик будет рандомный и закинет меня налево. Будет вообще фейлище. Элиток только лишь две. Карта не очень жирная. Ну, в общем-то, собираем монетки. Первый бой, в принципе, хороший попался вполне. Правда, ко мне, по-моему, сейчас все равно подойдут. Возможно, что стоит до бомбы прокапываться вот так вот потихонечку. А на всё-таки 40 урона по всем врагам, это весьма ощутимо. Мне сейчас такой урон очень даже пригодится. Почти вертикальный бросок. О, хорошо. Получилось, в общем-то, попали. Лошарик никуда не полетел. У нас со старта идёт релик, который даёт нам броню, что очень-очень в тему, конечно же. Так, давайте попробуем. Ух ты, блин, как что-то не полетело. Ну и мне уж надо открывать серку по-любому тут. Я и до этого хотел открыть её пораньше. Ну и сейчас уже хотя бы вот так. 28 урона есть, это хорошо. Крит нужен. А, крит в жопе. Ладно, давайте-то вот так покатимся. Просто большой урон нанесём. 58 может насобирать, в принципе. Насобирает? Насобирает. 60 насобирала, хорошо. Так, ещё один такой бросок. Это тоже насобирает урон, потому что он будет с критом. И эрка тоже, всё замечательно. Навигапляции сейчас рискованно пользоваться, потому что можно улететь не туда. Будет обидненько. При биржещар применяет щит каждому пятому задетому штырю. Получает плюс 7 за каждый щит на столе. Сам по себе по статам он 3,6. И плюс 21 будет давать. Это очень круто, если мы найдём релики на щиты. Попробую нахрен их найди. Давайте, ладно, попробуем. Хотя я говорю, что для стабильности, если выбирать, да, то вот такой старт это риск. Большой риск. Потому что этот релик, он бесполезен, откровенно говоря. Этот шарик, точнее. То есть так сделаем. Окей, одна монетка есть. Четыре монетки получаем. Это хорошо. То есть этот шарик хочется брать тогда, когда у тебя уже есть релик. А релик ты берёшь тогда, когда он приходит к тебе в начале. И второй релик какой-то вообще трешовый. Ты берёшь себе релик на щиты. И потом, в принципе, может есть шанс найти у тебя такой шарик. И будет всё хорошо. А брать вперёд шарик, который сам по себе бесполезный, слабенький. Ну, типа он, ну, слабоват. Даже так, плюс семь плоского урона. Это считайте, он насоздаёт мне щиты. И надо будет, чтобы они ещё сохранились у меня к следующему его броску. Можно сделать билд, конечно, чисто на таких шариках. Это будет иметь смысл. Но попробуй их найти в таких количествах, чтобы кидать только их. И чтобы они постоянно получали баф от количества щитов на экране. Не говоря о том, что сами по себе щиты, они вредные. Пока у тебя нет каких-то бафов. Типа там, когда щит создаётся, или когда щит ломается, получаешь щиты. Это, конечно, выглядит, честно говоря, так себе. И брать себе, надеясь на этот релик, а он может легко не попасться, какой-нибудь из них. Это прям, ну, нестабильный вариант, скажем так. То есть это... Ты можешь победить, конечно, если найдёшь себе это всё. Но в среднем ты реже будешь встречать эти релики, нежели не встречать их. И в итоге это... Взятие такого шарика, оно совершенно неоправданно с точки зрения стабильности. Но, тем не менее, я решил сейчас взять. Не знаю. Чувствую уверенность почему-то. Надеюсь, что не обосрёмся из-за этого, в общем-то. Ну, ладно. Сам по себе эти 21 урона, типа, ну, он плоский. И прикол в том, что он получает за каждый такой на доске. Я так понимаю, что он получает именно в начале броска, а не в конце. То есть то, что он создаст щиты, они никакого импакта мне не дадут. Тем более, что даже, типа, 5 таких щитов, это не очень много урона. Даже если они сохранятся, то потом это для меня как бы копейка будет. Сейчас это, конечно, сыграло бы роль на начальном этапе, когда у тебя урона мало. Но в будущем это как бы капля в море. То есть, в общем-то, мы в любом случае хотим найти в таком, ну, с этим шариком. Именно. Так, давайте, наверное, выбьем вот эту монетку. А, ну да, у него сейчас плюс 7 всего лишь, не плюс 21. 43. А, ну, мы не увидим выстрел его. Так, есть сила пришарения, есть круглый щит. Не знаю, что-то из этого мне прям так сильно нужно или нет. Я думаю, что, наверное, просто я улучшаться. Сейчас буду и улучшать массу урон себе. А волейбарда точно замечательно будет, точно мне подойдет. Так, кидаем вот таким образом. Тут мы не должны никаким раком попасть налево, поэтому должно быть все стабильно. Главное, чтобы вопросик был хороший. Можно бой. Так. Ну, по крайней мере, навигация хорошая. Как всегда, говно вопросик. Три камня, либо девять урона в табло. В общем-то, да. Хороший первый бросок с Минотавра. Хорошо, что прообредил, как его, а волейбарду. Но он меня прям пробьет и даже, возможно, не один раз, мне кажется. Если сейчас не будет везти на эрку, а на эрку повезло очень даже. Но мне надо крутить колоду все равно, я думаю. Хотя, даже не знаю. Типа, вряд ли. Я могу не убить его с этих шаров. И тогда будет смысл, если мы не добьем его так, тогда есть смысл крутить колоду, чтобы все-таки добраться до волейбарды по новой. Потому что тут у меня урона будет мало. С камней так. Не хватит его совершенно. И мне сейчас еще надо как-то эрку подрубать, и вот с этим будут прям проблемы. Надо было сбрасывать камень. Потому что сейчас могли бы тогда сбросить прибежий щар и кинуть на следующий бросок. Что-то уже перезарядить колоду, и было бы нормально все. Пожалуйста, эрка. Блин, эрки нет вообще. Не прет на нее. Ох ты, блин, и эта отстойная появилась. Неприятно прям совсем. Плохой старт, если честно. Так, камень кидаем, не сбрасываем, потому что волейбарды я в любом случае хочу кинуться. Желательно, чтобы этот камень обновил стол нам таким-то чудом. Не обновил стол. А он меня снова бьет. Это было вполне ожидаемо. Давайте вот так вот эрку обновим. И теперь надеемся, что с волейбардой получится его добить. Очень нужно. С троечкой урона может и не добить, на самом деле. У этого 1-2 вообще статы. Она не кританет, просто здесь, скорее всего. 143. А, нет, не хватит. Зараза. Третья тычка. 32 хп. Это прям вообще катастрофа, на самом деле. Это он очень сильно меня продамажил. Очень неудачная раздача по эрке. Очень много ходов ушло в никуда. И для меня босс самый неподходящий попался, можно сказать. Поэтому прям вообще, конечно, западло такое вышло. Ну, ладненько. Улучшаем себе волейбарду все равно. Пока что не хиляемся. Можно, в принципе, подождать. Когда у вас мало хп, все выстрелы становятся критическими. Или обновление об обновлении. Ну, возьмем себе эту штучку. И оно не без минусов, на самом деле. Оно замечательно до тех пор, пока до третьего этажа не добралось. До третьего этажа, типа, если будет сапер... Нет. Никакого сапера. Никаких саперов. Во. Я вот краски думал, что вдруг оживляющее сердце выпадет. Либо какой-то еще вариант отхилы. Вот оживляющее сердце таки выпало. Так, бомбы не пытаемся взорвать. Об обновлении очень будет полезно. На лешем будет замечательно. Хороший релик. Массовый урон у меня обеспечит в том числе. И убивает на сапере, возможно. Если не будет какой-то хорошего прям забега, сильного. Который вынесет сапера быстрее, потому что... Ну, или там не будет топора, например. Чтобы сапер получал урон нормально от бомб. Потому что красные бомбы обновлять себя обратно. Нас стоило повышать саперу силу с красных бомб. И себя дамажить с них в больших количествах. Это совсем не то, что я хочу. Но, тем не менее, релик сильный. Я его решил взять. Не хотел криты брать себе сейчас, если честно. Не был уверен, что мы через них будем играть. Средка, конечно, хочется в идеале искать этот самый, как его. Искать себе молоточек. То есть то, что у нас играет со щитами. Опять же, если мы на щиты сделаем акцент. А если нет, тогда вот поймете, почему я... Некоторые поймут. Потому что большинство я думаю, что и так нормально понимают. Но некоторым приходится такие очевидные вещи, к сожалению, объяснять. Когда спрашивают, когда там будет билд на эти самые щиты и так далее. И... Все в этом духе. Что мол, щиты такие и такая имбища. Почему ты не берешь этот шарик, например? А потому что... Ты его берешь, ты либо победил, либо ты взял и его обосрался. Победил, если тебе очень сильно повезло. Если не повезло, будет жопа. Так, манисферстация. Это очень сильная штучка. Она очень много круглится, создает. У нее большой урон сам по себе. Но она дамажит в обраточку. В принципе, я его возьму, наверное, все равно. Улучшим. И... Надо хильнуться. Если сейчас будет минотавр снова, и там будет неудачная раздача, давайте хильнем сразу. Все равно у нас к этому самому, как его... К лешему нам придется похиляться, я думаю. Только не в огонь. Окей. Хотел сказать, где монетки собрать, но... Ладно. Лучше было пойти на право, в вопросе, кстати говоря. Потому что... А, нет, нормально. Если бы с этого вопросика у нас не было бы выбора навигации, то было бы неприятно. Подожди. А она не блокируемая самоурона нотит, что ли? Нет, блокируем. Просто так показывает, что хп отнимется, хотя на самом деле у тебя есть щиты. Мне кажется, это потом в будущем поправят, скорее всего, чтобы не путало игрока так. Ну, в общем-то, да. Давай, наверное, волейбарду кинем. Ее невыгодно сейчас кидать. Это быстрее... Ой, медленнее завершит бой. Но мне как раз таки это не нужно. Потому что если бы я бросил на следующий ход, она бы задамажила еще и слизня. И это не совсем то, что я сейчас хотел. Поэтому вот как-то так. Именно из этих соображений я так делаю. Так, давайте на летучую мышь прицел, наверное. Эрку подрубаем. С обновлением стало надо что-то решать, само собой. Бомбочки об обновлении будут нам помогать обеспечивать массу урона, в том числе на втором этаже. Такой бросок замечательный. Ну, бомбу подожди зато. Типа так и хотел, да? Конечно. Бомбочка есть. Минус, не куча мышь. Так, и монетки, монетки, монетки. Собираем. Собираем, собираем, собираем. Я себе еще ароматическую палочку сейчас перед перьяным поджег в комнате. У меня поэтому такой прям приятный аромат сандала стоит сейчас. Такие мощные прям палочки ароматришновские. Вот эти вот, с которых я прям дико балдею. Очень мне нравятся. Так, 3-2. Давайте, наверное, вот сюда. Да, так он... Вот, если так кинуть, он дарится до крита, возможно, просто. Оп. Хватит урона. Хорошо. Он, конечно, создавал мне бронебойных этих штырей, от которых толку никакого. А вреда будет здоров сколько. Ну, а что поделаешь? Давайте вот так сделаем и постараемся сюда в центр закинуть, да. Они иногда могут, конечно, сыграть полезно тебе, да? Если тебе надо, чтобы штырь не исчез. Но чаще всего это не так. Эта штучка... Ого! Дает 3 круглицепса при использовании... Атака пронзает всех врагов! Ни хрена себе! У нее раньше статы урона были выше, она давала 1 круглицепс тебе и 1 круглицепс врагам, и все. А это еще и всех пронзает? 3 круглицепса дает? Ни хрена себе, шарик! Ха-ха-ха! Шарапиры, инги! Она аж точно такой не была. Нифига себе! Так! У меня много круглицепсу собирается сейчас. Хорошо. Так, впереди элитка. Рог единорога. Будет полезно весьма. Тоже позволит мне проще выбивать и аркета, по сути. Вот для стабильности, для обновления стола, в том числе, работает хорошо. Это снова Минотавр. Понял. Так, ждать на здесь без арки было бы. Ой, как хорошо! Четко не хватило, потому что мы ее активируем со следующего броска совершенно спокойно. И вот я говорю, Минотавр такой, такая элитка, которая может разнестись в пух и прах вообще в изи стартовой колодой практически, ну или реально стартовой. И все зависит от того, как у тебя, как придут эрки и криты на стол. Потому что если у тебя будут подряд приходить даже камни по 100 с лишним урона, например, да, это уже будет жирно. А у тебя еще какой-нибудь там шарик есть, типа там Авалебарды, у других там Критковни, еще что-нибудь такое. Это он может спокойно вполне себе охватить. Главное, чтобы пришло все вот, чтобы раздача пришла хорошая. Вот такая вот элитка. А если не повезет, то он прям уничтожит. Потому что мы не намного сильнее стали. Сейчас именно... Нас, конечно, мы бафнули, в любом случае тоже. У нас там шарики крутые появились. Но основное, что сейчас вот зарешивает, это именно то, чтобы пришла раздача. С первой несколько бросков ушли хорошие, а нет эрки вот там вот. Здесь очень много. Хорошая арена есть, особенность не везет. Шар сосулька, не хочу. Шар головорез. Наверное, тоже нет. У него статок 2-4 всего лишь. Аж резинка, наверное, тоже не хочу сейчас. Шарапира пронзает всех рогов. Надо ее качать, потому что она будет помогать на боссе очень. Опаньки. Огро-молоток, конечно, хорошо, но мне он не необходим. У меня уже есть масса ворон. Шариковый молоток, то, что я искал. Когда создаете щиты, получите 4 бронебублика. Мы нашли релик на щиты. Ох ты ж да. Вот это замечательно. И мы сейчас стараемся монетки пособирать. Оп. 3 монетки, 4 монетки. Это 5 монеток. Это 20 монет дает. Отлично. Очень жирно. Очень много. Очень круто. Навиграфляция, кстати, она, ребят, работает, если что. Не совсем так, как написано. Каждая собранная во время выбора пути золота стоит 4 монетки. На самом деле она X4 делает, а не 4 монетки, если я правильно понимаю. Потому что если у тебя будет золотая детонация, она будет давать тебе... Золотая детонация за взрыв-бомба при навигации дает 5 монеток, а с навиграфляции она будет давать 20. У меня как-то давно такая ситуация была. Мне об этом недавно написали по новой, собственно, по прошлому видосу напомнили. У меня такое уже было, да. Мне обращено это внимание в комментариях. И, соответственно, она дает 20. То есть X4. Вот так вот. Работает в том числе на тот эффект. Так что очень сильно в этом плане, в таком сочетании. Учитывая, что у меня есть обобновление, то бомбы я могу взрывать и потом обновить, и они обратно появятся. А, погоди, а появятся ли? Если бомбу... Если штырь сломал, типа, да, он исчезает. То есть ты его хотя бы раз задевал. Навигации его не будет. А вот как идет с тем самым, я не знаю, кстати. Может вверху, а? Как тут вверху, чтобы было нормально, а не вот так? Может не вверху? Может так получится, как будет? Нет? О, вот так, да? Тут, конечно, такой просчет я бы не сделал точно. По-моему, отстойно так оно полетит все равно. Мне надо как-то... О, вот так надо. Вот так пойдет. Срок полетел так себе, но ладно, нормально. 54 урона пойдет, в принципе. Срогом можно делать такие броски, конечно. Очень трудные по навигации изначально. Так, мне крит не нужен даже сейчас. И шарик вам молд позволяет создавать мне огромное количество щитов, потому что этот каждый пятый создает щит. И каждый пятый, соответственно, это для меня 4 щита. Это очень ощутимо. Найти бы теперь еще... Причем это при создании щитов дает тебе бронебублика. Это работает на втором этаже. Мега круто. Многие бои, они создают себе бронебублики. Так, когда рыцари тебе вылезают, например, да? Элитка, которая... Маг, она тоже создает щиты. Она тоже очень сильная. Ой, все скруглиться в саде. Что-то страшно это выглядит, если честно. Читаю, что они ко мне подошли уже. Надо, наверное, бомбу пытаться шарахнуть. Это если получится. Вряд ли получится, конечно, да. Так, сейчас меня грызанут. Пробьют немного даже уже. Сразу же. Бомбу. Не получится тут подрубить. Давайте тогда, ладно. Давайте вот так вот подпольнем как-нибудь. Может, подрубит? Нет? Подрубит, походу. Э, нет, не подрубит. Ауч, троечка. Летучая мышь на 3 ударила. Давай вот сюда. Есть еще релик какой-то, который при уничтожении щитов дает себе бронемублики. Тоже замечательно зашел бы мне. Но это понятное дело. В принципе. Так, а вот манист ферстации я бы, честно говоря, не очень хотел кидать, потому что это еще 4 урона в меня. Это больнее, чем летучая мышь меня ударит, если честно. Учитывая, что лошарик имеет статус 7-2, у него есть шансы добить даже. И тучу мышь. Если он не кританет... А, чуть-чуть не хватило. Она бьет тоже на 4. У нее тоже 2 округлицепса. Ну, не тоже, в смысле. Ну, понятно, короче. Так, свергул округляет. Меня сейчас не интересует особо. Я, наверное, улучшаю себе... Кстати говоря, шарапира будет достаточно болючий для босса, вообще-то. Может, стоит это прокачать? Он будет... А, он также каждый пятый создает, да? То есть он чаще не начинает создавать. У него качаются статы, конечно. Но в плане защиты он лучше не станет для меня сейчас. Вот в чем прикол. Убери. Давайте мы не сферстацию прокачаем, допустим. Что касаемо боев. Один бой впереди. Я не знаю, стоит ли мне хиляться перед... А, наверное, стоит похиляться перед этим самым. Знаете почему? Потому что... Все равно у нас после босса нет фулл-хилки. И вот здесь-то теряемая навигафляция. Навигафляцию с этим самым как-то очень хорошо использовать можно. С рогом. Можно себе вот такие вот броски просчитывать. Ох, хорош. Здесь я рисковал, конечно. Не хотел вопросик идти. Хочу по боям, чтобы находить себе шарики и улучшать их. Потому что очень противно второй этаж, когда у тебя не улучшенные шарики, когда чего-то такого именно по шарикам не хватает. Из базовых параметров. Хотя у нас сейчас релик будет тащить и давать огромное количество защиты. Но учитывая, что у меня нет хила, все равно стоит, возможно, похиляться и... За золото сейчас. Найти бы какую-то кукурузяку или что-нибудь такое, что вот чуть-чуть будет меня подхиливать более-менее стабильно. Какой босс релик меня интересует еще под большим вопросом? И... Нужно... Обновление стола искать. Потому что рог, конечно, хорошо. Он позволяет лучше обновлять стол. Но хотелось бы все-таки, чтобы эрки как-то добавить на стол. Либо на освежарку, либо что-то еще такое. То есть стабильность себе обеспечить. Обеспечить вот таким вариантом тоже. Таким образом. Так, шарапиру я не знаю, насколько мне хочется сейчас кидать. Она попадет всего лишь по одной литучей мыши. Как будто бы это мне не очень нравится. Давайте кинем вот так вот в бомбочку, может быть. Через монетку. Оп, хорош, попал. Обновили стол. И остается одна или... Да. Одна остается. Я думаю, может быть по второй вообще достанет даже. Но нет. Давай вот сюда. Может быть не стоило мне со стацию кидать, потому что она сильно бьет и... Ладно. У свершара один круглиц в 6 бронебубликов. Он такой типа стабильненький весьма. Но лучше, по-моему, прибежищар еще один взять. Нам ничто не мешает. Есть колесо из эфира. Это обновление стола. Когда покидает стол. Он хороший прям. Его можно скинуть, его можно кидать. У тебя будет стол взять, как его целеньким. Он приятный шарик. Вам надо его взять тоже. И улучшить. Шарапиру. Чтобы кидать и получать реально большой скилл для себя, потому что бафает. А врагов сильнее бафать не начинает. Так что да, наверное так. И собираем еще монетки, потому что у меня они в любом случае еще большое количество пригодятся. Старт в принципе неплохой. Достаточно перспективный. На вегафляцию раньше, когда давным-давным-давно я не очень любил. Сейчас очень даже на самом деле достойный релик вот так вначале получить. Два огненных шара я точно... Хотя... Хотя... Огненные шары ломают щиты моментально. Но честно говоря, ради этого лишь брать их не очень хочется. Они легкие, типа у них неплохой урон. Они само урон наносят еще. И тут я потеряю хп много. Потому что не хочу. Плохой вопросик. Четыре хп потеряли просто. Может стоило после битвы похиляться. Я решил пожадничать. Вот так вот, да? Ну тут бы, наверное, разве что... Ну в эрку как-то, я не знаю. Обновить стол в конце броска своего в идеале. У Лешего замечательная арена. Это очень интересный босс. Один из самых интересных принципов. У него хороший баланс. Он со многими шариками играет. То есть и направленный урон у него работает. И у него есть уникальная механика. И с ОМОНой, и на массовый урон и так далее. И он не всратый. Относительно. Но с ним нельзя слишком сильно затягивать. И у него арена хорошая. Так, только не в шипы. Только не в шипы. Только не в шип. Окей, хорош. Спасибо. Эти надо ломать. Он получает небольшой урон. Пять. Шестерочка. Так. И теперь... Блин, если я с Валибарды... Погоди, сколько хп у щита, который оставляет этот древень, я вот не помню. Просто я могу его с лошарика добить и о Валибарды попасть по нему. Ну а снесу ли я его о Валибарды, вот в чем вопрос. И тогда бы мы не сверстаться, я кинул бы по боссу. Вот в чем прикол. А если я с ней скинусь сейчас в Валибарду, мы убьем его и останется щит. Будет как бы так себе в этом плане для меня. Давайте парам лошадь кинуем тогда. Добьем его, да, спокойно. Главное, чтобы мы щит снесли. Блин, если будет вторая бомба, мы щит точно снести сможем со следующего броска. Вторую бомбу! А, нет, вторую бомбу. Жалко. Блин, у щита 220 кп. Я вот боялся, что у него дождь дофига, потому что я не помнил наверняка. А, ну ладно. Ничего не попишешь. Давайте кидать тогда в эту сторону, наверное. Здесь шаров как-то, штыри точнее, вроде как прилично весьма. Р-ка, есть. Обездвижился. Так, на самом деле пахнет жареным немножко, я бы сказал. Мне надо бафаться. То есть мы в любом случае этот шарик кидаем. У нас прибежищары скоро будут. Да, да ёлы-палы, да хорош туда попадать. Эти шарики сейчас запустятся. Я не помню, они будут ли иметь свойства прибежищара, правда. С собой. Давайте вот так. Бомбочка есть. Так, теперь только не в колючке, мы нанесем неплохой дамаг боссу. По-моему, в колючке сейчас будет. Нет, не будет, нормально. И обновляется стол. Замечательно. У босса много какое. Но мы сейчас наберем щитов в себя, надеюсь. Очень важны вот эти два броска будут сейчас. Потому что мы раз, четыре щита. Два, четыре щита. О-о-о-о! Ну начинается. Ох, еще и вылетел немножко. 20 щитов набрали с одного броска. И 147 уруна шарика еще. Достойно весьма. Главное сейчас, чтобы мы не сдушились от его леан, потому что он их начинает больше спавнить потом постепенно. Уже, по-моему, начал больше спавнить. Застряли. Так, теперь перезаряжаемся. Давайте бомбочку шарахаем. Правда, у них 45 хп, чтобы с бомбочки нельзя было их снести так легко. Одной бомбы не хватает, к сожалению. Опасненько. Он засрал намного уже весьма тут. Реально много. Так, можно, в принципе, пробовать вот так сделать. Тут вверху не попали, но, в принципе, не страшно. Можно будет вот этим шариком пониже шарахнуть. Это будет прям много урона. Так, ну там вот с этой стороны у нас уже все засрано. А-а-а! Блин, здесь застряло снова. Так, ладно, сбрасываем камень. Хотя не стоило его сбрасывать, потому что можно было сделать это и на следующий ход совершенно спокойно. Обновляем столик. Оп, пошли. Камень на 200 с лишним урона. Потому что шарики освобождаются, они имеют урон... 78? А, потому что он критонул в конце, что ли? Не обратил внимание. Прикон в том, что эти шарики освобождены, они имеют урон текущего шарика. То есть, если ты... У тебя застрял лошарик с маленькими статами, а ты его освободил тогда, когда у тебя была маниферстация с большими статами, то у тебя будет маниферстация на столе, считайте, вторая. И ты нанесешь очень много урона. То есть, тебе выгодно, чтобы слабые шарики застревали, а сильные их освобождали. Тогда у тебя будет, наверное, для сильных выгода по урону. Так, ну и я... Как его? Шарапиры его добиваем. Очень интересный босс. Я говорю, прям, очень он хорош. Заставляет себя и качественно как-то кидать, стараться, да? И механики, и прям с разными шариками сочетается. И не задушивает пипец. И мы нашли валун, который большой и пронзает всех рыбов насквозь. А нужен ли мне валун? У меня есть шарапира, в принципе, на самом деле нужен. В принципе, на самом деле нужен. Полезный для шаровья, это как раз-таки подхилка, кстати. Я думаю, что он мне тоже нужен. Очень много шаров. Я думаю, что нас билд полностью собран. Только теперь надо искать релики. Все. Набор сапера? Нет. Точно нет. Проклятая маска не позволит целиться вообще. Мы, походу, скипаем босс-релик. К сожалению, не люблю я так делать. Люблю хотя бы что-нибудь брать. Но тут выбор прям максимально отстойный, если честно. Это не очень хорошо, что мы пропустили так. Босс-самбалисты, это, наверное, хуже, чем стена. Хотя у нас есть все-таки щиты для нее. Может, она нам ничего сделать не сможет. Не знаю. Посмотрим. Ничего. А, ну да. Потому что у нас бой начинается. У нас на столе целая куча щитов. И они считаются, что создались. То есть у меня 37 щитов со старта было. То есть щиты, которые на столе, они тоже для меня засчитываются. И в этом плане шариковый молот будет работать даже сам по себе пассивно в таких боях. Это очень сильно. Что я могу тут сказать? Киляемся этим шариком. Будем повышать им хп себе еще. Поэтому я его в первую очередь прокачал. И, соответственно, в том числе на рыцаре-щитовике у нас может быть более-менее нормально в начале. Потому что он сначала там типа щиты по бокам есть. Сколько-то щитов мы получим. Другое дело, что у нас нет целевого урона. И, по-моему, у нас рыцарь все равно снесет. Типа я его буду бить там по 500-300 с ударов. И он мне будет рефлектовать там, ну... Но он снесет все хп этими рефлекциями. И он там нанесет там 120, может быть, здоровье. Может быть, 100. Суммарно дамага, точнее. Может, мы и выживем. Но все равно элитка, честно говоря, это очень опасно, если она сейчас попадется. В том числе и в этом бою, да. Вот, в этом забеге. По маршруту мы пойдем, наверное, направо. Или хотя там вопросик целая куча. Что-то поведет. Нам будет один-два боя по-любому. С вопросиков. В принципе, вопросиков здесь слева не меньше, на самом деле. Четыре тут, четыре тут. Тут сундук. Пойдем, наверное, так. Без магазина. Элитки заспавнились неудачно. Причем в конце именно, то есть перед элиткой. То есть ты даже не успеешь выхелиться как-то. Непонятно, стоит на них идти или нет. Прямо генерация локации максимально отвратительная. Будь там стена, одно дело. А на баллисту придешь на элитку, потеряешь все хп, а баллист тебе в первый ход шотнет. Ты вообще ничего не сделаешь физически. И вот такой ситуации очень бы не хотелось. Возможно, есть смысл там подготовиться к элитке, максимально выхелиться перед ней, например. Да тоже, типа. Ну так. Не очень крутая перспектива. И получается, что надо идти либо налево через магазин, который не особо хочется, да? Либо же по центру, где на одну комнату меньше. Магазину мы вряд ли накопим деньги, потому что у меня будет целая куча уходить денег на апгрейды. Мы набрали себе колоду просто огромную. Мне бы сейчас вопросик удаления камней найти. Вот это был бы тем. И мы весь забег, весь этаж будем улучшать себе сейчас шары. При бирже щар можно, в принципе, особо не апгрейдить. Если у нас тут есть круглицепсы, у него как бы статы качают, но он плюс 3 получает статы. Мы не хотим критовать. То есть от крита прокачки нам нет смысла. То есть его прокачки это плюс 2 круглицепсы и плюс плоский урон. 7 щитов на столе. Ну, конечно, там уже будет чувство в дамаг, но они зачастую будут ломаться. Типа он в последнюю очередь для меня прокачиваться будет. То есть он сейчас мне в первую очередь нужен именно ради щитов. 77 щитов. Вот именно ради этого, да. Давай камнем добьем в этот пустынку. Идет без разницы. С баллистами нужен массовый урон. У нас есть обобновление, которое будет мелочь, в принципе, выносить. Может все и окей будет. Не знаю. Так, и мы идем направо по вопросикам. Да, и там сундучок еще. Вот так вот навигируем. Здесь мы не выбиваем монет, потому что здесь стол движется и хрен поймешь, как нам там полетит. Торговлен. Замечательно. Убрать шар, убрать плашарика. До свидания. Больше с тобой не увидимся. И надеюсь, что еще очень, очень долгое время. Покорректишь пили плюс один круг лиц. Хорошо. Так, на вопросик еще один. То есть вопросик с Рериком это приятно. Хотя бои для меня, я говорю, сейчас не менее ценны. Отлично. Бой один есть. Мне сейчас нужны большие, большие количества деньги. Я обожаю, когда у тебя не важно куда навигировать, как в этом бою, например, да. Можно было бы тут монетки пособирать. Другое дело, что могу я залутать сейчас все монетки случайно сам по себе. Так просто, как получится. Давайте в Рку. Все равно я бы не отказался бы от до ПР-ки на стол. То есть от бандана, например. Ну или от сумки, кстати говоря, да. С двумя Р-ками было бы вообще замечательно. Потому что одно колесо эфира, оно все равно у тебя на колоду не такое прям стабильное. До него можно очень долго не дотягиваться. Оно может не вовремя прийти там и так далее. А Р-ка на баллисте может засадить спокойно абсолютно. Там много где может засадить на самом деле. Если у меня не будет Р-ки, я не смогу выбивать штыри. И даже не смогу себе, да, если придут нужные шары вот эти вот, да, при беже-щар тот же. Он не наберет большого количества щитов мне. Было бы очень круто найти этот самый. Не, круто вообще, найти подарочек. С подарочком такой шарик, который работает от количества задетых штырей, работает просто нереально круто. Потому что, ну, это все щиты будут просто. Просто жесть абсолютная. Эти шарики в целом бафмены и в целом стали полезнее. Потому что у них теперь плоский урон хотя бы как-то идет не в плюс там 3-5-7, а 7-14-21. Ну, вроде там 3-5-7 или что-то такое было. Вообще-то раньше у этого шарика статы были. За щит очень низкие. Но с реликом, конечно, это им бища, понятное дело. Так, не надо кидать каждый бой, кидать, не забывать, полезно для шаровья. Потому что это я немножечко забыл. Это для меня и хилка, и максимальное хп. Один здоровый остался, серьезно. Давайте так кинем. Ну, этого еще щит. Тут я особо не стараюсь, потому что у нас много щитов. Типа, вот реально, когда у тебя такой вот забег, ты можешь абсолютно на бум проходить такие бои. Ну, как угодно кидать, потому что даже если тебя ударят 10 раз, тебе будет все еще насрать. Вот такой получается забег, да. И много круглиться, потому что мы нашли два шарика с хорошим разгоном. Шарапиру как бафнули, это очень мощно. Ну, вот реально, ультрапрокачка для нее. Такс. И добиваем ло. Здесь мы ничего не берем. Качаем. Что значит сейчас? Колесо эфира? Валун, наверное, лучше всего. Так, здесь навигировать можно как угодно. Давайте постараемся вот так вот. Три монетки. Это 12 монет нам дает. Это очень достойно, как раз таки, деньги. Может быть, в каком-то бою мы будем два раза прокачивать. Потому что золото в обычных боях по 40 монеток. Даже если я собираю не 40, на апгрейд уходит 25. И раз там в два боя ты можешь прокачать дополнительно еще раз шарик. Даже за увеличенную стоимость апгрейда. А если еще и с навигафляцией, то и подавно. Все замечательно может быть с этим. Так, набираем себе щиты. И этот шарик мы хотим всегда кидать, ждать тогда, когда стол целый. Хоть он наберет мало урона, но он даст нам столько щитов, что мы потом можем всю жизнь... Всю жизнь быть обеспечены без грунток. Ну, весь бой, точнее, в нашем случае, да? Как-то так. Замечательно, в общем-то, да. Очень хорошо, что шарик его молотен, попался. Я реально надеялся, делал ставку на него. То, что он попался, реально конкретно повезло. Потому что, как я говорю, это неправильное решение было его брать. Потому что в среднем найти один или два конкретных реликов из всех, без которых этот шарик будет, ну, прям... Пятым колесом. Такое себе. Но если находишь, то это, конечно, не пища. При этом отдельно этот релик, пока у тебя нет такого шарика, его тоже брать особо не хочется, ради только лишь второго этажа. Хотя ради второго этажа можно, в принципе. Если только себе вторым реликам предлагается что-то не очень крутое, тогда да. Но на втором этаже, да, он даже пассивно сам по себе работает, на самом деле. Но все-таки на третьем не особо уже там... Может, четыре где-то есть, но я не помню уже наверняка. Сейчас записываю седьмого. Майя видосик. 6 мая вышел Хейдес в релиз, вторая часть. О, не в релиз, как в ранний доступ, то есть, получается. Но в открытый. Первую серику я записал, у вас она уже вышла. Вторая, может быть, тоже, кстати, потому что, может быть, я ее задышу быстрее, не знаю. Вот она сейчас, как раз-таки, пока я записываю этот видосик, она у меня фоном там рендерится. Я зачем ее прикрепил, я не знаю, но мне насрать. Потому что реально ты сейчас, вот, просто сочетание этого шарика с этим реликом, мне кажется, это могут понерпить шариковый молот. Типа он такой релик, знаете, который, у него специфичные условия срабатывания, потому что, поэтому за такое условие хочется, чтобы он давал большой эффект. Но если он работает хоть как-то, да, он просто работает нереально сильно. Он очень мощно становится. Шарапира просто имбища, серьезно. Это меня особо не интересует, соответственно. Мы качаем дальше себе валун, получается. Тут вопросик. Магазин. Ну, в магазине, блин, ну, камень удалить, да? Релик один купить, попытаться. Потому что у меня в целом шарики сейчас, ну, колесо эфира, оно дамажит, конечно, как-то. Но основное то, что его можно обновлять столом. Правда, оно в конце будет при сбросе даже обновлять стол. Можно будет его не кидать. Но в целом без этого можно обойтись. Так, пока. Дай мне навигацию так, чтобы я две монетки эти собрал. Подожди, убери. Во, вот так где-то, да? Одно все равно. Ну, там коряненько было. Ладно уже. В общем-то, да, это самое сейчас записываю. Пеглина. Это отца на урон дает нам. С маниферстацией работает. Другое дело, что маниферстация чаще всего у меня в щиты прилетает. А, 8 числа у меня в планах с другом поехать. Выборг, возможно, своим кодом, на электричке и так далее. И в 5 часов утра вставать. Когда я привык, обычно, в 9-10 вставать где-то. Вставать в 5. И это при чем? В 5 вставать? Это получается... Это без завтрака в 5 вставать, если. Это типа не успеть позавтракать даже. То есть, просто какая-то жесть. Могу приходит, щиты дают. Мне щиты на стол. То есть, элитка? Элитка вопросики. Я только сейчас не обратил внимания вообще. Просто максимально рчил такой забег, да? Просто ультрамного щитов. Ну, сломанное сочетание, да, конечно. Если оно работает, то просто ковыряй пальцем в носу. Ну, вообще, на выборг планов поехать. Хотя погода не самая лучшая, но вот... Вот так вот все равно. Парк Монри потом и так далее. Я в Выборге был в последний раз. По запрошлым летом. То есть, не этим летом, а вот предыдущим. 22-го года включить, что ли. В общем-то, как-то так, да. Погода не самая летная. Сегодня там заходил магнит, короче, или выходи. Выхожу из магнита, снег идет. Плюс 6, а идет снег. Вот как-то так, да, зашел. Шаверму купил, шаверму домой принес, захавал. Замечательно вообще. Вот завтра в планах выборг. Хотя там еще прохладнее должно быть, но не знаю. Надеюсь, что хотя бы снега не будет. Но придется одеваться потеплее, конечно. Надеюсь, что будет солнышко, чтобы красивые фоточки получились. Если взять в этом ВК-группе, поделюсь, наверное. Ой, подожди, а что вы меня бьете? А у меня, потому что прибережит щар второй не это самое. Далеко. Я его так и не кинул. Так, давайте, допустим, кинем маниферстанцев, потому что она мне даст 8 щитов. То есть, она мне выгодная. В этом плане даже. Ну и разгон, в любом случае. Ну, мы не проблем, потому что мы сейчас скоро себе создадим щиты, наверное, да? Хотя тут, блин, лучник бьет меня, я хочу кинуть полезный дешаровья. Блин, надо валом кидать, по-моему. То, что бой затянется, в любом случае, я думаю. Давайте там. Мы для полезного дешаровья еще дотянемся, наверное. Вообще, да, не дам там ВК начали выходить. Фоточки еще там, скульт-камеры. С океанариума должны были у вас уже. Ну, в моем ВК, но для вас, да. Поэтому вот как-то так там нагулялись на... смотрелись всякого. Интересно. Естественно, с критом, когда у тебя крит 2. Ну, теперь мы набираем обратно щиты, и у нас 20 щитов. Замечательно. Так, еще один прибережь щар. Ну, видите, вот эрки-эрки нет, и щит слад-слад, как его, с штырей мало. И вот сейчас повезло, что колесо из эфира пришло быстро. А могло не прийти. То есть надо вот найти бандану, очень важно. В магазине, еще где-то. С элитки найти 2 эрки. Вот сейчас это будет решение многих наших проблем. Тоже. Давайте кидаем направо сюда. И сейчас щитов насобираем. Он окупится. Он 2 щита создает. Это уже тычка элитки, а он создает гораздо больше. А, нет, стоп. Я все время думаю, что он 5 щита дает за 1 щит. 5 варни. Он дает 4. 2 щита таких не хватает, видно. Вот так вот, да. Валун кидаем. Теперь он просто большой, он много штрей соберет. Только не в крит. Ну ты елы-палы. Ну ладно, у него крит все равно усиленный. Ну, сильнее, чем. Валун так будет не совсем уж дохлядский. Так, а полезный для шаровья как кинуть? Я его не кинул в итоге. Оп. Есть! Кинем! Хорош! За счет щита получилось сейчас бросить камень. Хорошо, хотя там без щита получилось бы. Потому что там, ну, 1-4 был бы задет всего лишь. Подожди, он увеличивает максимальное ОЗ при броске. А он мне не увеличил ХП, да? А лечит 6 ОЗ при использовании. Лечит тебя сразу же, а максимальное ХП при броске. Мы не увеличили ХП максимально себе, да? Отстойно, если так. Неудачно получилось. Жертву при шарении можно взять ради зеркальной литки. Но, честно говоря, ради нее брать шарик я себе упор не хочу. Ну, честно. Давайте оставляем себе деньги. На цель на атаке такой у торгов поблизости. Ну, елы-палы. Полисборник берем. Это бомбы. Это неплохо. Так, и тут нам надо пойти обязательно на бой. Поэтому не собираем монетки. Мы идем налево. Идем через магазин. Шарики основные и самые ценные. Мы себе улучшили уже. Так, колесо зефира первым шариком. Если я сброшу сейчас, мы на следующий бросок кинем валун. Я, честно говоря, не хочу на следующий бросок кидать валун. У нас много щитов. Я хочу валун кинуть тогда, когда второй лучник вылезет. Поэтому... А можно даже маг. Так что давайте потянем кота за яйца. За резину, в смысле, да, за хвост. Бедный кот. Извините, по инерции сказалось как-то. Неважно. Обычно мы тут бегаем, но за всякое дергаем за хвостик его, да, и так далее. Сейчас вот котик попал под руку. Так, ну теперь давайте, наверное, мага себе сохраним. Так что кинем валун. Ну так, чтобы побольше монеток пособирать. Все равно я все монетки не соберусь с навигафляцией. Хотя бывает, знаешь, там типа... Можно 10 монеток собрать так, а можно для навигафляции оставить не за монетки, чтобы потом собрать на ней, допустим, 5 монет. Это будет выгоднее. Но тут как пойдет. Они по счетам бьют, нам вообще без разницы. Тут не проблема, да. Многие бои для меня сейчас вообще изи. Но, как его... Стена может быть противной, кстати говоря, потому что стену я не переблокирую. И у меня разгон зависит очень сильно от того, чтобы мы мунисферстацию с шарапирой быстро вытащили. Именно стена враг, в смысле элитка. Понятно, что босс у меня не будет такого уже. Босс у нас уже определен. Подожди, на 1 ДВР. Где эрка? Где эрка? Она по счетам? А где эрка? Эээ! А где эрка? Что за фигня? Если она по счетам, то она почему-то выглядит так же, как и обычная, что ли? Ой, в смысле, как обычная штыри или что? Я эрки не вижу. А кто ее, самая, позаимствовал, скажем так, по-культурнее? Я не понял. Ладно, допустим. Так, и полезно для шаровики кинуть именно надо, да, его? 108, смотрим. А нет, он, то есть, при броске, при броске, то есть, не во врага, а при броске на стол. То есть, он мне до этого тоже увеличил максимально хп. Окей, хорошо. Просто слышал звук хила, я думал, что меня только похилял. Прибежищар еще один, еще больше щитов. Может, немного будет прибежищаров? Может быть. Учитывая, что у нас впереди магазин, можем два релика купить, так не сможем. Можем купить один релик, удалить шарик. Я все равно хочу удалить шарик один. Но нужен ли мне третий перебежищар, я сильно не уверен. Не ту матч ли это защиты? Для точения, не ту матч защиты, а не слишком ли большая колода? Я думаю, что слишком большая колода. Я думаю, что нам это не надо. Наверное, да. Наверное, делаем так. И здесь надо собрать... Блин, а как собрать это? Две монетки и пойти налево именно, да? То есть, вот так. Но при этом нам все равно не хватит одной монетки. Блин. Не хватит одной монетки для магазина, чтобы купить два релика и... Удалить шар, к сожалению. Обидно, чуть-чуть не хватает совсем. Круглостраж, кстати. Это очень хорошо, если получится ловить баллисту на это. Это если она зарядила баллисту, надо сбрасывать шарик последний, например. Если не зарядила, то надо угадывать. For every 10 bulwark you gain one news circle. О, паньки. Это кусок стартового релика круглодина бывшего. Это очень сильная штука, потому что мы 10 щитов частенько стакаем, получаем себе. Атакующий в раз враг получает урон варанова... Равный. Да, здесь очень пятка, по-моему, я его уже замечал. Это, конечно, хорошо, но вот это замечательно вообще. Это будет нам стакать круглицепсы теперь с тех шариков защитных. И это будет доп. разгон для нас. Замечательно. Мы удаляем шарик, и все. Да, все в порядке. У нас больше ничего не надо брать здесь из этого, я думаю. Шар-шарапка дает нам очень много круглицепсы за задетые штыри, но наносит урон тебе еще очень дофига. Это огромный разгон, но это надо щиты иметь. В принципе, у меня щиты есть, но разгон у меня тоже имеется. Я не думаю, что это надо прям. Шаранский оборон тоже не надо брать, потому что у нас есть прибежищары. Разгон прям достойный. Ага, здесь еще один бой. Шарапиры опасно первым броском кидать. Зеркала могут зафигачить, будь здоров. Давайте кинем прибежищар. Мы, конечно, не вынесем зеркало, но собираем много щитов, и рефлект по нам не пробьет. Не должен, крамеря. Не, не пробьет, и близко даже, что-то не получится так. Да ведь? Правда ведь? 59 щитов, 12 урон, нормально. Валун можно кинуть теперь, в принципе. Но мы убьем их быстро. Мы сейчас их шоким всех. Валун легко наберет 500 урона, я думаю, явно. Наберет же? Наберет. Валун хороший. Валун лучшая девочка. Окей, завершаем бой с зеркалами. Блин, полезный для шаровья снова не кинул. Я не вспоминаю о нем вовремя, я не думаю о нем постоянно просто. Так, ну, улучшаем себе, наверное, колесо из эфира. Один раз пока что. Не хиляемся. Оставим деньги. И идем на элитку, надеемся сейчас на хорошие навигация. Есть, есть монетки, неплохо. Сколько-то насобирали. Хоть бы это был маг. Маг это вообще автовин. Это рыцарь. Рыцари. Это замечательно тоже. Это простые рыцари для нас. Так что вообще не проблема. Есть целая куча щитов со старта. Главное, слишком сильно затягивать бой, так как это было у нас в прошлый раз. Не за это сам, не зазеваться. В целом мы должны с баллистой справиться. Если был бы рыцарь зеркальный, я думаю, что мы бы тоже его снесли, но могли бы прям до 50-40 хп просесть могло. Я думаю, где-то так. И, соответственно, пришлось бы тогда хиляться и на баллисте мы были бы более тухлыми. А так даже в баллисте можем не делиться, я думаю, потому что мы можем выдержать где-то 5-6 ударов примерно, с учетом того, что будем щитовы стакать. Может даже больше, смотря на сколько больше, смотря на сколько много их мы сможем, насколько вовремя доставать прибежищары. Вот как-то так. Поэтому у нас все в этом плане замечательно. Сейчас одно из самого важного это, чтобы не было сапера. Это вот это прям, это прям дико необходимо. Призрак может быть противным, потому что не даст мне разгона по щитам и так далее. Мы будем его долго гасить, он много меня пожирает хп. Мы боимся боев, в которых неудобная арена и мало штырей, например. Некоторых с красными бомбами, возможно, но не всех. Пеглина элитного, наверное, не слишком сильно боимся, я думаю. Давайте кидаем сюда. Сбоссарели, какой мне подойдет. Возможно, метеорит, возможно, магнит из такого стандартного, да, то, что не часто прям в минус тебе уходит, но порой бывает, конечно. Но подарочек опасно брать. Подарочек очень много может дать, но может прям зазадить, будь здоров. Листочек подойдет замечательно, потому что у меня сейчас с церками есть проблемы, и как раз таки он решает эти вопросы. В целом. У меня же тяжело немножко говорить, у меня палочка просто эти Рамакришновские, да. У них прям очень-очень запах, он очень вкусный, но он настолько мощный для моей комнаты, что прям жесть. А прям полным носом ему вдыхать не хочется, настолько сильно, потому что слишком мощно. Я хоть знаю, что будет тяжело, возможно, комментирует, когда зажигаю палочку, но все равно зажигаю это. Продолжаю это делать. С метеоритами на монетах мне не нужна, я бы с ней как-нибудь стартанул бы, если она не попадется в начале, я бы взял ее. Но не прям вот так, не сейчас уже точно нет. Предотвращать первую потерю ОЗ в каждом бою и меч обновлец, ух ты. А вот это, кстати, очень крутая штука. Это прям очень крутая штука. Она с толпами будет обновлять стол нам очень часто. Давай в яму хотел, чтобы монеты больше пособирать. И на баллисте это работает отлично. Очень интересный релик на самом деле, не так часто я его встречаю, но он прям хорош. Так, первый бросок мы, к сожалению, в табло получим, будь здоров. Ничего с этим не поделаешь. Это будет 19 урона. Ну ладно. Пока мой дамаг не очень высокий, но я с валуна, по крайней мере, имею в виду вот эту штуку, потому что иначе... А, ну хотя у нас на шапира дальше, могли шапиру кинуть. Ну и так ее кинем. Прибежищары пришли средненько. Надо сейчас следить за столом, самому тоже в том числе стараться его обновить. Обновлять. И мы разгоняемся, я думаю, что нас не должно быть проблем с этим боссом. Потому что просто мы... Сейчас получим себе статы, там, двадцатку на базовой атаке, и будет все окей. Увлечить бы количество задеваемых штырей, опять же, да. Было бы неплохо для меня. И давай, наверное, вот... А хотя... Какая разница, куда кидать, если у меня тут сейчас попадет все вот этого засранца. Как бы... Если мы с бомб не снесем его, конечно. Ну да, не снесем. Ну зато щитов набрали неплохо. Так, колесо эфира мне... Можно кинуть, чтобы просто его... Чтобы кинуть, да? Чтобы обновить стол и кинуть хорошим броском в босс, если мы вынесем мелочь с бомбы. Куда бомб? Ну, такой себе урон, на самом деле. Вот у меня уже был когда-то забег, я помню точно. Когда было, типа, вроде бы... И много урона на статах, но мало собираешь штырей. В итоге, вроде статы, там, типа, двадцать, а урона двести-триста. Потому что просто штырей не собирается. У меня уже такая ситуация когда-то была за круглодина. Точно такое помню. И, по-моему, это как раз-таки было на этом боссе. По-моему, это было... Вот примерно так же выглядело. То есть просто вот не набираешь дамага, потому что шарики улетают то направо, то налево. Но тут у меня еще бомбочки будут подсопортить, да? Немного нам давать импульсы. Хороший урон и полетел к краске босс. Замечательно. На этом боссе я особо не стараюсь. Так, на волейбарду его. На круглодинах, чтобы не пытаюсь насадить, потому что на статах все окей. Ну, а теперь беже щар еще один, наверное, кинем. Как-нибудь вот так. А, направо улетел. Ну ладно, хотя монетки-то собирает. 52 щита. И шарапира. Шарапира, по-моему, становится прям мега круто. Это и разгон, и массовый урон. Он, конечно, дает круглицпсы врагам. И это опасно, когда у тебя много врагов, например, да? Или, например, для дракона это неприятно, потому что у него есть атака, где он бьет 5 раз по 2. Это будет 5 раз по 3, соответственно, для тебя. Но, тем не менее, массовый урон и разгон прям жирно. Почему-то непросто. Хотя, погоди. Я вот не уверен насчет шарапира. Она бьет всех врагов или пронзает всех врагов? Она пронзает всех врагов, да? Да, она пронзает всех врагов, то есть она врагов сверху, она не заденет. То есть она только одну линию гасит. То есть это как у сосульки под критом, а не как у призрак. Потому что призрак бьет вообще всех. Но все равно она очень хороша. Я не помню, какого она качества. Редкая она или необычная. Если она не обычный шарик, то вообще лепота. Если резкая, то, конечно, не так просто ее может найти еще. Но мы проходим этот бой абсолютно совершенно спокойно. Без какого-либо напряга, даже без намека на это. Уверенно. Перед ногами выносим баллисту. Медленный у нас такой забег. Вроде как неспешный, но стабильный. Шурубанок урон увеличится, когда ваше здоровье падает. Потому что урон увеличится на более высокий уровень шаров. Может это взять себе как финишер такой, а? Посмотрите, как он работает вообще. Потому что я его ни разу не врал. Давайте попробуем. Мы время от времени отхватываем. И есть двойной листочек. Отлично. Вот сейчас двойной листочек реально воспринимает, знаете, как... Как то, что обеспечивает себя более стабильным восстановлением стола. Это Даракоша. Ему жопа. Это не сапер. Это отлично. Это изи босс. Для нас. Даже кубы были бы хуже, потому что кубы несколько так для меня делают. И сами по себя не разгоняются. Дракон не разгоняется, он вообще ничего не делает. Главное, что Дракона дожить. У Дракона нет никаких шансов. Потому что мы щитов набираем целую кучу, мы разгоняемся еще. Ну хотя мы разгоняем и Дракона, в том числе чуть-чуть с жарапирой, да? Но это мелочи. Так, обновляем себе стол. То есть получается, что листочек это вариант найти обновление стола. Стабильность себе такую, да? С босса именно, с босса релика. Что раньше в босса реликах было только забрать ярку. Уменьшить свою стабильность за счет подарочка. Под вопросом насчет стабильности с метеоритом. Ну стабильность добавлял, например, тем магнит, конечно. Чаще всего добавлял. Порой был руинал, конечно. Может порой утянуть шарик вниз, наоборот, да? В некоторых боях это крайне неприятно. Но в целом теперь листик есть, и он очень даже в тему так. Да, оно прям сразу дает себе хп максимальное. Сейчас прям посмотрел на это. Так, мы инферстацию тоже кидаем, я думаю. Но единственное, что надо понимать, что теперь у нас ярки... У нас теперь, блин, точняк. У нас же круг эфира, колесо эфира, становится слабеньким. Оно теперь обновляет мало штырей. У этого 10 статы, кстати. Ммм, угоди. Пока, когда ваше здоровье падает, сказано. Точно ли здоровье? Может быть, когда ты получаешь урон? И по счету в том числе? Сейчас шарбанок бахнул, нет? Непонятно. Какие у них сейчас статы? Меня сейчас по счету ударили, например, да? Хп у меня в этом бою не просаживалось, по-моему, вообще. Хотя сейчас просяк. Я чувствую, да. Сейчас успеет немножечко про... А, нет, не успеет. Он где-то на 7. Всего лишь подкруглиться со своим. Ну и добиваем. Окей, отлично. Мельно справляемся, но вроде все окей. Более-менее. Множество увеличивается с уровнем. Ну, то есть с уровнем шарика у него увеличится множество. Описание такое же, да? Но будет дамаж, значит, сильнее за ту же потерю хп. Как-то так. Так, у нас элитка слева. Дальше 2 сундука можно. 3 сундука. И еще магазин в конце. Мне нравится этот маршрут. Очень нравится. Меня он более чем устраивает. И давайте сейчас, наверное, навигировать на монетки. На дыру. Отлично. Как-то надо бы... Проверим вот так. Так, есть монетка. Давайте теперь от этой бомбы и... Блин, как бы от нее... Давайте от нее попробуем вот так. Отлично. Теперь от этой бомбы сюда. Теперь ее взрываем. Зачем это взрывает? Чтобы расчистить путь к монетке. Соответственно, мы сейчас залутаем больше денег. Вот так, таким образом. Почему бы и нет? Пеглин жадный. Так, теперь... Можно сделать у нас щиты. У нас щитов есть, но не очень много. Можно разок потратить, в принципе. Давайте теперь собираем вот эту монетку. После этого давайте кинем, допустим, куда-нибудь сюда. Еще монетка. Еще монетка. Как бы тут достать? Эй, ты, блин, в огонь попал. Давай, ладно, вот эту еще соберем. И вот эту тоже. И вот эту тоже. А, нет, нет. Ладно, эту не соберем. Но неплохо нас собирали, да. Рок с навигомляцией прям замечательно. Работает. Ооо, войти в разрыв. И это у нас... Это у нас крот. Крот все равно пришел. Хо-хо-хо-хо. Ну ты мой, лапочка. Я тебя обожаю. Замечательный босс, я говорю. Но слишком много его было, поэтому... Сегодня я хотел другого босса увидеть. Я бы хотел здесь увидеть снова лешего или слизня, но он все равно крот пришел. Ну ладно. Нам тут, в принципе, без разницы, какой босс, просто хотелось на кого-то из них посмотреть еще. Крот замечательный босс. Давайте просто набираем себе щиты. Бьем потихонечку. Обычно на этом этапе ты крота сносишь с двух ударов нахрен. С двух бросков. Тут у нас прям вообще черепаши. Типа обычно такие забеги вообще не живут. Вот в чем прикол. Когда у тебя реально броски то на 500, то на 20 урона. Это прям смешно. Когда у тебя валун летит там, блин, на сотню едва ли. С копейки. Ну ладно, две сотни. Валун все-таки больше делает, чем другие шарики. Да, шарубанок 4-0. Хотя мы не получали урон. То есть получается, что он сейчас... Сколько урод меня ударил? На 10, да? Вроде бы. Ну, попытался ударить по счету. То есть получается, что он 4 получил мне за 10 урон. То есть 2-25 он дает, типа. 2-25 урона надо для плюс 1 стату для этого шарика. А, или стоп, или у меня там круглицепсы были просто. У меня круглицепсы просто были. И в прошлом бою тоже были круглицепсы просто. Там шарубанка ничего не зависело. Он зависит от хп все-таки. Он не работал. Откат, 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 отмена. Я забыл про круглицепсы. Это не его урон был там. Были круглицепсы. О, огненная печь! 4 щита. 4 бронебубника, когда ломаешь щит еще. Это те самые 2 релика, которые вот с щитами работают и мобы из них нашли. При этом шарики, прибежищар, я даже качать не хочу, потому что смысла нет. Я хочу создавать щиты и ломать их. Но, ну ладно, так мы улучшим их. Ну так можно, да. Погнали, наверное, на вопросик, потому что я надеюсь в вопросике найти удаление шаров еще. Сейчас будет плюс шар до дублирования. Нет, будет грибное изнасилование. Так, ну ладно. Почему мне два круглицепса? Почему мне два круглицепса? Один круглицепс отсюда. А, потому что у нас мантия дала защиты. Я про нее забыл сейчас уже. Ладно, тут будет реверсивное грибное это самое, потому что мы их будем туда-сюда. Я думаю, в этот раз. Давайте вот так положим его в центр. Потому что в центре он соберет больше урона. Но честных все равно не густо. И не застревай только там, давай, пожалуйста. Бомба не может поднять мой валун. Валун тяжелый слишком. Большие валуны, шары пелена, да? Так, колесо из эфира. Я, наверное, не особо хочу кидать сейчас. Ну, а теперь бежать, шар кинем. Но создавай нам щитов. Я не знаю, как тут надо набирать урон. Потому что здесь просто штырей. Ты собираешь, не знаю, 10, 15, 20 забросов, ну, максимум. Когда тут себя ищут так рвут прям люто-быстро. Их бат отодвинуть подальше. Вот, я бы сказал, для обычного боя, чтобы было более, как-то честно, что очень жестко бывает. В каких-то боях тебе пофигу, как в этом, да? В каких-то забегах, точнее. Как в этом. А в каких-то они бывают, ну, люди прям вообще сраднейшими. Тут, конечно, мы должны справиться легко, просто за счет того, что у нас много щитов и большие статы в любом случае. Хотя даже так и не пробивает. Быстро. Давайте вот так щиты ломаем эти. Потихонечку. Очень потихонечку. 25 щита есть, в принципе. Хотя бы что-то. Так, жахаем. Ну, так кританули. Крит бы удалить. Это же было бы хорошо. Кругл-1 сейчас хоть не настолько сильно зависит, знаете, там, от щитов, а от округлицепсов. Не настолько сильно от них играет всегда. Но сейчас все равно собрался у меня именно через округлицепсы и щиты. Такой по некой классике. Ну, потому что мы часть стартового релика его откопали, по сути. Причем стартовая часть релика, которая за 10 щитов дает тебе один круглицепс, она сильнее. Потому что щитов можно стакать с шариков гораздо больше, чем найти себе круглицепсов. Если найдешься круглицепсов, да, оно за факт добавления их дает, причем именно, а не за количество. Другой релик там 2 щита дает за 1 круглицепсовым, да. Это будет очень мало давать тебе щитов. А этот тебе за щиты дает очень много круглицепсов. То есть он гораздо мощнее, чем вторая половина бывшего стартового релика этого перса. Я бы сделал вот этот релик редким, а тот обычным. Мне кажется, так было бы справедливо, потому что этот очень силен. Найди себе щит. Это обычно ты раньше играл именно от щитов. То есть щит из сам стакала, а круглицепсы получал просто. Так, а вот и этот засранец, да. Ну, теперь отвечай за слова, да. Говорил, что не боишься зеленого большого пеглина. 112 урона. Ужас какой. Так, ну теперь надо, чтобы щиты хорошо сработали. Опа-па-па-па-па-па-па, щиты ломаются. И он опять налево улетел. Что ж тебе такое, а? Я сделал, падла. Ты такой. Так, этому нельзя давать взрываться. 144 урона, можем не набрать спокойно, на самом деле. Шракнули бомбу. Набрали. Окей, нормально. Там с бомбой, собственно, еще. 170 есть. Вот сейчас можем не набрать. Так, у этого шарика дамаг получше. Он на 35 взрывается, по-моему, да? А нет, спаран. Да елы-па. Нет, нормально, налево полетел все-таки. Наберем, да? Вроде там бомба была еще. 231. Не хватит? Не хватит! А, 39! А он их тоже стакает, потому что их тоже бафает, зараза, такой. Писец просто. Все мои щиты улетели моментально. Обычно ты бы вообще дико парился от того, что тебя взрывало такое чело, потому что тонну урона. Но мне даже не пробил меня, и мы сейчас обратно щиты восстановим. Правда, меня сейчас пробьет, конечно, дарит. Но мы живем вроде вполне. Ауч, восьмерочка. Так, прибережь, щар пошел, да? Давай вот так тебя покатим, чтобы он вернулся обратно, и тут... Нормально, налево, налево, налево! Нет! Блин, все равно он сюда падает. Ну, просто прикол, то что если ты... Если ты сначала собрал какие-то эти штыри, он себя так прокатится, потом покатится обратно, и именно здесь они исчезнуть успеют. Я пытался, поэтому вот так вот кинуть, но тут обновился столб, поэтому получилось так себе. Шерубанок 16.1. 16.1 он за счет... Он плюс 1, плюс 1 получил, по сути, сейчас. Он за 8 хп дал плюс 1? Чего? У меня 15 куриц, потому что он дал плюс 1, плюс 1 буквально. Это какой-то вообще отстой. За 8 хп. Конечно, где-то, где-то потеряешь 80 хп, например, да, он будет иметь статус 10, это отстой тоже. Это мало. Это даже для босса не годится, по-моему. Если это реально так. И это на третьем уровне шарика. Надо еще, конечно, потестить, посмотреть, обратить внимание побольше. Вряд ли мы сегодня на это обратим внимание, потому что, по-моему, у меня в большинстве боев не будут сильно пробивать. Хотя вот тут мы сейчас битву затянем, по-моему, да? Промахивается отлично. Из-за этого самого, как его. Так, давайте сбросим, наверное, обновим себе столик из-за круга стража. Красные бомбы пошли. Хотя бы чем-то надо дамажить. Хотя они по столу, поэтому то, что прям мега выгодно. Давай, допустим, минисферстацию. А в ней стол тяжело сейчас, потому что эрки все заныкались. Все внизу находятся, потому что они сюда... Я их отсюда не вычищаю. Если какая-то появляет сверху, я ее быстро лутаю. А отсюда, если они там появились, там и остались. Потому что оттуда я их не вытаскиваю. 25 уже бьет. А у него уже круглится в дожопу. Ёлы-палы. Но сейчас уже даже прибежищар бьет сильно, вообще-то. Давайте кинем его. Он нам и щиты даст. И... Что-то бьет сюда улетел. Хоть ты треснул. Давай еще вот так. Опа-оп-оп-оп. Щиты и в центр. Хорошо. Это у нас... Это победный просок. Бискрита, пожалуйста, да? Так, справились с элиткой. Вполне себе. Нормально. Хочу ли я тратить деньги? У нас на магазин будет до жопы монет, на самом деле. Давайте тратить деньги, наверное. Переживете один смертельный удар. 2х урона от ваших потерянных УЗ. Ну... Ну, давай кольцо гнева, допустим. Оно хотя бы что-то делать будет. На вопросик или... Блин, с вопросика можем не выбраться. Можем не пойти на этот сан. Давайте вот так кинем рандомно. Ну, все-таки налево пошли. Окей. С вопросиком можем... Может, нас закинут направо просто. И мы потом не пойдем налево тогда. И получим два сундука. Получим один сундук. И получим потом еще один сундук. Ну, магазин могли выпустить все равно, правда. Так. Валун либо... Валун сейчас кидаем, да. Потому что он два паука заденет. Урон, конечно, не очень большой. Прям, да. Мало штрей задеваем. Нет шариков. Не пришло релик на задевание штрей кого-то разгона. Мы сейчас разгоняемся чисто за счет шариков. Ну, хотя и за счет реликов тоже. Потому что за щиты мы получаем приблизивши. И щиты, в принципе. Но по умолчанию мы не дамажим. Мы такие черепашьи весьма. С кубами могли бы быть трудности. С одной стороны может показаться, да. Потому что они быстро раскачиваются. Больно очень бьют, в принципе, да. Но у меня есть массовый урон. И на кубах очень жирная арена. Там можно очень много штрей вытаскивать. Если шарики пришли бы нормальные какие-то в начале, да. Там типа. Но не сферстация. А потом бы мои массовые атаки. Вам было бы хана. С сапером под вопрос. Просто на нем штрей мало. И в начале еще и штрей не активирует способности шариков. Вообще мега противно. Еще об обновлении. Вот сапер мог бы меня и убить, на самом деле. Он мог бы перевесить мою защиту и так далее. Тут не знаю. Но с остальными точно врагом не было бы. Так что прям очень странный такой забег. У нас прошлый забег тоже был таким, знаете, стабильным. Но черепашем. То есть он много отхила. Но у него было не очень много уронов. Он просто хорошо жил. И этот что-то вот подобное тоже получается. Забавно так. Такие забеги, как правило, гораздо дольше. У нас на серию тоже час, но опять лица, допустим, что бегнет в пределах частной лица, в общем-то. Молисфер-стацию вторую можно было бы взять. Но я думаю, что не будем брать. Мне, по-моему, и так нормально. Так, и идем чисто просто налево. Без риска, пожалуйста, нет! Фух. Реально напугался в моменте. Он так резко пошел в правую сторону. Но сейчас было бы тупо после битвы. Все равно обосраться с навигацией. Мы забрали старого этого самого, да? Но я говорю, этот релик гораздо слабее. Потому что каждый раз, когда эффект дает тебе круглицепс, и получаешь два щита. Учитывая, что это отдельным реликом уйдет, это типа мало. Ты круглицепс получаешь редко. Плюс два щита за круглицепс. Ну ты прям с шариком получаешь. Это сильно работает, когда ты получаешь их в большое количество, конечно. Минус один, плюс один за каждый крик на столе. Зачем мне это? Вообще не надо. Крид стэк мне в минус будет работать. Мы от обычных атака играем. Это чуть-чуть типа криды усилит, но зачем мне оно? Так, элитка. А, это вопросик был. Элитка вопросика. И валум первым броском. Лучше было бы попозже его немножечко, да? После раскачки. Тут принц и шарапиры есть потом. Но я думаю, что и так будет все в порядке. Тут арена хорошая. Все должно быть более чем окей. Мы собрали старого круглодина, да, в общем. Но я говорю, вот этот релик, который дает тебе силу за 10 щитов, ты щитов в больших количествах можешь легко собрать. Он может дать тебе за шаранской оборону, там, не знаю. Ты, во-первых, из щитов получишь, там, 20-30, например, с броска, да? Еще и три круглицепса. А вот этот релик тебе даст два щита, и круглица ты в таких больших количествах не получишь с шарика какого-нибудь. Это надо, типа, сфербул округляет кидать, например, да? И с большим количеством эрек. Вот там, да, можно получить ногу. Но щитов все равно будет не густо. Ты получишь ногу круглица просто за счет того, что сам по себе шарик столько отработает. В общем-то, тут, конечно, коэффициент, мне кажется, на 7 суройливый. Я бы сделал этот релик обычным. А вот этот редким, как я и сказал. Это я кидать не особо хочу. Камень сильнее, чем это фуфло. Вот честно. Камень сильнее. Есть, типа, контрнасферение, или какой-то такой шарик, который, типа, после получения удара рефлектует от последнего урона, который тебе был нанесен, да, и, по-моему, работает торик щит и даже работает. У него как-то он там... И он как-то дофига вообще дает урона. Но именно с предыдущей атаки. Конечно, специфичные условия, хотя на боссах тебя стабильно бывает бьют, и можно подгадать момент в том числе еще, да? Ох ты, блин. Плюс 2, плюс 0, либо кукуруза. Кукуруза стабильный под хил. Как бы кукуруза правильное решение, наверное. Потому что это будет стабильность. Ну, плюс 2, плюс 0. Ну, это все везение в любви. По-моему, у нас и так хватает, типа, всего абсолютно. У нас, по-моему, невозможно снести. Нам, по-моему, хил не нужен толком. У нас и денег дофига, и колода большая, и есть при этом ожерелье, собственно, с учетом колоды большой. Отхиляться даже после битвы можем сильно, при желании большом. Еще по 15 сверху. Просто от кукурузы ничего не сделает, а это даст хоть какой-то урон. Тут самый редкий случай, когда реально кукуруза не нужна, при том, что отхилы у меня нет. Серьезно? Я не против, как бы, но... Подожди. Две элитки в вопросиках подряд, и это две элитки одинаковые. Я сейчас очень доволен, но если бы это был бы какой-то другой забег, гораздо более слабый, и это был бы призрак, и два раза подряд призрак, или два раза элитный щитовик, например, да, тот со второго этажа. Вот это была бы жопа. А сейчас этот рандом, благо, мне на пользу вполне. В том, он крепанул, да? Тоже нехорошо, конечно, но ладно. Это был бы массовый урон. Дальше у меня массовый урон не полетит. Сейчас мы будем... Сейчас меня грызть будут, да? Давайте колесо из эфира какие-нибудь, не знаю зачем. Что-то частично обновить стол. Не знаю. Смотрите, он набрал неплохой урон. Просто мне свертаться кидать не хотел. Потому что враги там, в принципе, все полудохлые, мне разгон особо не нужен. Получили бы лишний урон в табло, и типа, нафиг надо. У врагов здесь дофига? А нет, не дофига. Уже не дофига, они были реально совсем при смерти. Буквально двух бомб хватило. И называем про полезный для шаровья. Хороший, на самом деле, шарик тоже. Если ты его вначале находишь, подкидываешь, он тебя подхиливает по чуть-чуть, увеличит хп максимально. Приятно весьма в одном экземпляре таком. Хотя и в несколько можно даже. Дает атакам увеличивающиеся множители, основанные на количестве штрей отсутствующих. Две монетки с обновлением доски. Я бы это, конечно, взял, но у меня ничто не работает от обновления. Это было бы очень сильно с листочком. Мега сломанно звучит, если честно. Но для меня, мне просто деньги тратить некуда уже. Финал уже у нас идет. Если бы у нас какой-то был бы эффект, типа там, монетки активируют, дают тебе два актива, два актива актива, тогда одно дело. Атак. Не особо надо. Удаляем камень. Берем плюс один. Тухлый сыр. Сырный тух. Сырный тух. Ну, можно взять по приколу. Можно мясо взять. Можно это взять. Морбит мне не нужен. Я думаю. Да ничего не надо взять. Огни шар тоже. Просто идем дальше. Вот я говорю. 13 шармьедон, казалось бы, да. А ну просто вот так вот на дурачка как-то проходится. Потому что вот. Ну, где-то повезет тебе, где-то нет. Где-то ты будешь дико потери, где-то тебе будет пеглин момент. Тебе будет просто изи. Хотя пеглин момент бывает в обратную сторону, когда какой, когда как. Почему это осталось 4-0? Она же 3 круглица, кстати. Не знаю. Ну ладно, мне знать. Не обязательно, в принципе. Просто вроде у него со старта своего, своего до магния, кого нет. Подожди. А может он в зависимости от недостающего хп работает, а не от потерянного. В смысле от потерянного, но не в текущем бою, а вообще. Когда. Не, ну. Описание у него точно другое. Урон увеличивается, когда ваше здоровье падает. Не зависит от того, сколько у тебя отнят, а когда оно падает. Падает. Не знаю. Может быть, контур на сферине, который там был шарик, он работает не от последней пички, а за весь урон, который был в бою. Я просто думал, что раз этот работает за весь урон в бою, то тот от последней пички. Возможно, что этот работает не за весь урон в бою, а от отнятого хп именно. Тогда тот может работать от всего урона в бою. Ну так вот может быть. Я до конца описания не помню. И поэтому так вот предполагаю. Не уверен, если честно. Не знаю. Но если этот от потерянного ОЗ, то в принципе он становится гораздо лучше. Он цвет страхует, когда у тебя просаживается здоровье. Я вот этот кусок экрана, вот этот вот, я его не вижу. Не, микрофон мешает. Немножко. Кусок вот такой загораживает. Просто тут-туда. Но я не хочу ниже ставить, иначе он тут будет в складатуру втыкаться и так далее. И ниже поставлю меня стойки начать провисать и так далее. Шарапиру я кидаю. Это разгон для меня. Для дракона как раз-таки перед его атакой. Дадим ему разгон. Пусть бьет меня сильнее. Вкладата такая. Ну я думаю, что не страшно. Плюс один круглительский ему дать, нам плюс три. Будет гораздо приятнее для нас. Так, кидаем манистерстацию. Сейчас мы получаем урон. И вот посмотрим как раз-таки сколько будет бить потом этот топор. Мы тогда сейчас не будем хиляться, наверное, с полезного для шаровья. Сбросим его. К ним камень. Камень до сих пор кидаем. Блин, надо было с нашими деньгами надо было улучшать камни реально. Ну пофиг. Так, это сбрасываем. Кидаем в огонь, чтобы получать еще по лицу раскачивать этот шарик. Попробовать, да? Хотя тут непонятно. Знаете, типа сейчас у меня и отнялось хп именно в этом бою, и его не стоит. У меня все хп, которое отнялось, оно именно в этом бою. Можно посмотреть, типа, если я захиляюсь, если у него уменьшится урон, то реально так работает от недостающего. Если останется урон, значит, от отнятого. Вот так вот. То есть как раз таки полезно для шаровья. Хорошо, что я его себе сохранил. Главное, чтобы он пришел быстрее, чем тот шарик, иначе мы не сможем посмотреть на изменение его статуса. Сходу, по крайней мере. Только если мы заблокируем весь последующий урон. 60-80 счета. В принципе, мы заблокируем весь последующий урон. Спокойно можем. Мне кажется. С вот этим-то добром. Давай, давай. Надеялся, что бомба выкинет его, откуда не получилось. Но все равно счетов достаточно много собираем. Крулиться стоило куча. И с круглицами ты любым шариком дамаж, хорошо. Так, вот. У него 23 три статы, да? При этом у меня 18 круглица. То есть он получил плюс 5, плюс 3, что ли? Что-то стой какой-то. Так, сейчас он еще бахнется, и скоро будет хилищий шарик. Вот тогда и обратим внимание, что мне любопытно. Ну, по-моему, шар вот это какая-то ересь. Хорошо, что я его сейчас взял, хотя бы протестировали тогда, когда он не стоял у меня ребром, скажем так. Вопрос его теста в забеге, типа, взял-не взял никак не повлияет. Кстати говоря, надо бы как-то стол обновлять получше, потому что сейчас вот здесь мы постоянно попадаем. Вот сюда частенько попадать можно, сюда в центре. А вот эти штыри, вот эти пятерок мы хрен достанем. Смотрим, его статы 27-3. 26-2. Значит, да, он от недостающего хп именно с керрица. Ну как? Ну, по-моему, с керрицей как-то не очень жирно. Вопрос с керрицей. Следующий вопрос. С керрица он от недостающего процента хп? Или плоско? Может, он от процента с керрицей, поэтому, когда у тебя будет мало хп, он будет очень даже хорош. А сейчас для меня не так сильно чувствуется. Не знаю. Много вопросов? Знаете, вот бывает, я люблю в играх тщательно разбираться, так анализировать, вникать и так далее, и всегда популяризирую как раз-таки более обдумчивый геймплей, а не какой-то такой аморфно-пассивный, где ты просто играешь, как оно играется, и типа, все, рано или поздно пройдется, когда тебе особо выводов никаких делать не надо и так далее. Я не про такое. И вот бывает, что стандартных описаний в игре не хватает даже не просто для какого-то минмаксинга, запаривания, а для того, чтобы знать, реальную такую базовую необходимую тебе информацию. Какой-то шарика тоже. Как именно он работает, то, что в описании у него показывает, оказывается, судя по всему, врет, так еще и непонятные детали. А детали весьма важные. Потому что, если он плоско работает, то, когда у тебя мало хп, когда у тебя там адский слиток, например, на поле шарминонах особенно, от него толку не будет. И сработать процентно, то очень даже может быть все еще. Зато в моем забеге от него толку мало. 43-2, но прикол в том, что у меня и валун 46-8. То есть, как бы просто круглится 39-83. Круглодин, как бы он по умолчанию сам по себе не такой сломанный, да, как был раньше, но ты все еще можешь его сделать таким же словно, потому что релики эти, стартовый релик разбили на два других релика, причем нередких даже. Ты можешь даже со старта найти себе вот эту штуку, эту мантию, и у тебя будет то же самое, что было раньше. Такая же сломанная ересь. Потому что вот эта часть релика тебе и не нужна была особо. 89 хп у него осталось, и давайте прибежищаром добьем его. Хотя он, возможно, с бомбы поврет скорее. Да, он с бомбы поврет, походу. Три бомбы ему достаточно, три бомбы есть. Все, он готов. Мы еще больше набираем себе щитов, ломаем щиты, прыгает шарик наш очень хорошо, как с метеоритом, знаете, вот тоже здесь он угомониться не может. Но тут у нас бомбы с перчаткой, бомбы возвращаются еще. Создаем их в больших количествах. Получил шарику закопаться, из-за этого они собрали целых кучи щитов. Но, короче говоря, да. Все еще так же ультра-изи сломано. Собрали старого круглодина в итоге. Так уж получилось. Я, ребят, кайфанул. Я доволен The Vegan, доволен с Рикой. Надеюсь, что вам понравилось. Два новых крылька себе открылись здесь как раз-таки. И они именно что обычные. Оба. Оба обычные. Вот как-то так. Игрушка стала со временем на самом деле гораздо лучше. Многие из мне разработчиков на самом деле если так уж не рофлить, то весьма себе правильные. Со многим я согласен. Но есть и моменты, которые вызывают вопросик как зеркальная элитка, как, например, вот этот разгон защиты лютый. В общем-то, да. Но, тем не менее, игра в целом движется, как во мне, в правильном управлении. Если вспомнить, какой она была год назад, когда был только Пеглин или когда там он был, не помню, что еще. То разница прям огромная в ультра-лучшую сторону, я вам сказал. Вот как-то так, ребят. Игра стала гораздо стабильнее располагать лучше к более поздним Шармагедону в том числе. На этом у нас на сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось, мне будет очень приятно, я старался вступать на сервисе в городе, если идти пообщаться в группу ВК, в группу ВК, в группе всякие фоточки, инсайдики, не только. Остретитесь, не тороятся, не очень, само собой, мне будет очень приятно. Но я жду, ребята, всем хорошего настроения, у меня язык заболитает, ребята, соединяюсь весь сегодня день, день в общем. Всем, ребята, желаю хорошего настроения такого же дня. Всем ночного встречи. Все кусь-кусь и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok